Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить. Опустела без тебя земля. В сквере возле памятника дважды героя Советского Союза летчика-космонавта Владимира Комарова прозвучала песня Пахмутова и Добронравова, как и тогда, перед его последним полетом и в день похорон. 16 марта ему исполнилось бы 89 лет. С историей его жизни, полной героического мужества, знакомились дети. Почтить память и возложить цветы пришли и почетные гости. Такие люди и прославляют нашу страну. Я бы хотел, чтобы вы запомнили этот день, естественно, всегда помнили этого человека и были похожи на него. Тогда наша страна будет всегда сильной, уважаемой и процветающей. 23 апреля 1967 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель с трехместным кораблем «Союз-1». На борту был единственный космонавт Владимир Комаров. Советские космонавты должны были первыми в тот год облететь Луну, а через год высадиться на спутник. Неприятности начались сразу после выхода корабля на орбиту. Не раскрылась панель солнечных батарей, не работал солнечно-звездный датчик, возникли другие сбои. В результате отказа парашютной системы ровно через 40 дней после своего 40-летия Владимир Комаров погиб. Смерть выдающегося космонавта, инженера-испытателя космических кораблей Владимира Михайловича Комарова, стала тяжелой утратой для всего народа Советского Союза. Родным космонавта было выдано два свидетельства о смерти. В первом была внесена ошибка, будто погиб он в городе Щелково. Уже в другом документе с настоящим местом трагедии Оренбургской областью значилось, трагически погиб при завершении испытательного полета на космическом корабле «Союз-1». В течение испытательного полета намеченная программа была выполнена. В честь легендарного человека, одна из центральных улиц Щелково, носит имя героя. Жизнь Владимира Михайловича Комарова, как и каждого космонавта, связана со Щелковским муниципальным районом по одной простой причине, что «Звездный городок», как военный гарнизон, он до 2010 года входил в состав Щелковского муниципального района. В свое время было принято правильное решение назвать улицу, одну из центральных улиц города Щелково именем Владимира Михайловича Комарова. Марина Познякова, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково.